В обществе уже долгое время поднимается вопрос о криминализации насилия в семейно-бытовой сфере. На данный момент в Уголовном кодексе нет статей, которые могли бы подвести к ответственности зачинщиков бытового насилия. Всё, что входит в компетентность полиции в таких ситуациях – провести профилактическую беседу с дебоширом и отпустить домой. Президент Казахстана Касамжумар Такаев в рамках послания предложил ввести реальные наказания за домашнее насилие, отметив, что пришло время ужесточить ответственность за подобные деяния. ВООДУШЕВЛЯЮЩЕСЬ НА КАНАЛИНОМ ЯЗЫКЕ Из 40 зарегистрированных фактов уголовных правонарушений в быту по 22 потерпевших женщины. Раскрыто одно убийство. В целом за текущий год отмечается снижение всех видов преступных проявлений в отношении женщин на 337 фактов. В этом году зарегистрировано 29 убийств, как я уже сказал. В пяти случаях умышленных причинений смерти потерпевшей женщины в прошлом году было три. В регионе значительно снизилось количество причинений тяжкого вреда здоровью на 4%. Однако в девяти фактах потерпевшие также женщины, при которых три факта – это с летальным исходом. Регистрация домашнего насилия, влекущего административную ответственность, также снизилась в сравнении с прошлым годом на незначительные 7%. А вот число умышленных правонарушений с причинением лёгкого вреда здоровью, наоборот, выросло сразу на 19 фактов. «Предупреждение домашнего насилия является одним из главных и непосредственных задач органов полиции, то есть это участковых инспекторов полиции по месту обслуживания административных участков. В то же время во всех территориальных органах полиции имеется подразделение по защите женщин от насилия». В Акмолинском регионе действуют кризисные центры для поддержки женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. На сегодня в области функционируют 10 таких организаций. С начала года в них оказана реабилитация 300 жертвам бытового насилия, в том числе 228 детям. В Кокшитау Центр психологического содействия лицам, пострадавшим от семейно-бытового насилия, функционирует с 2017 года. В текущем году за помощью в этот кризисный центр обратилось 39 человек, из них 22 ребенка. Здесь потерпевшим предоставляют жилье, питание, психологическую, медицинскую и юридическую помощь. Детей устраивают в детские сады и школы. Женщинам помогают социализироваться и найти работу. И также ведется работа с агрессором. То есть они приходят к нам в центр и ищут, конечно, свою семью. И беседуем, работаем, выявляем, какие причины послужили для насилия. Естественно, когда происходит насилие, побои, то они обращаются в полицию и полиция неоднократно выписывает защитное предписание, но это как бы никакого воздействия не оказывает. Зачастую женщины до последнего не хотят обращаться в полицию или за психологической помощью, считая, что все произошло случайно и больше не повторится. Практика показывает, потерпевшие долго терпят издевательства и насилие как над собой, так и над детьми. К сожалению, порой пострадавшие в случае жалоб подвергаются еще большим пыткам, а также общественному порицанию со стороны родственников. Печально известное выражение «бьет, значит любит» становится реальным оправданием близких или самого тирана. Постояльцы кризисного центра зачастую боятся идти на диалог, однако нам удалось записать историю одной женщины. В целях анонимности лица имени мы показывать не будем. Ну, жили хорошо, все нормально, но потом вот как-то все резко в течение последних полгода изменилось. У него пошла агрессия в мою сторону. Ну, топоры, ножи, побои, синяки, избиения ногами, руками, ну, всяческие, унижения, оскорбления словами. Я это все терпела, я прощала. Когда он добрался до детей, ну, детей он пытался резать ножами. Я спасала, как могла. Он сына начал бить, он начал избивать мою маму, душить подушкой. Потом дошло до того, что он меня месяцами закрывал в квартире. Месяц-два я была изолирована от внешнего мира, нельзя было общаться вообще ни с кем. В МВД сообщили о нововведениях, которые в скором времени появятся в административном законодательстве. Так, нижний порог ареста по административным правонарушениям за семейное дебоширство будет составлять пять суток. Повторные доказанные факты семейно-бытового насилия будут караться 25 сутками ареста.